МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нужны автозапчасти? Приглашаем в Декон за покупками. Для вас огромный ассортимент, высокое качество, низкие цены. Декон Авто. Среди пострадавших была и жительница Ярославской области. Следком России завершил расследование уголовного дела о теракте в петербургском метро. В числе обвиняемых 11 участников ячейки, созданной в Сирии. Восстановлению не подлежит. В Ярославле сгорел рейсовый автобус. ЧП произошло за Волгой на улице 1-й шоссейной. Кадры пожаров первые же минуты попали в интернет и теперь набирают просмотры. Обновление за месяц. Мэр Ярославля Владимир Слепцов лично проверил двор на Володарского и Салтыково-Щедрина. Благоустроенный по губернаторскому проекту, решаем вместе. Самый большой в регионе. В Ярославле на улице Панина заливают фундамент будущего физкультурно-здоровительного комплекса. Его строят по программе «Газпром детям». Семеро утонувших с начала летнего сезона. В Ярославле городские спасатели сегодня инспектировали несанкционированные места купания на Волге и Котросли. Нарушителей нашли достаточно. В Ярославле десантировались войска дяди Васи. Сегодня 88-я годовщина создания ВДВ. Губернатор Дмитрий Миронов лично поздравил с праздником десантуру, собравшуюся днем на Советской площади. Расследование уголовного дела о теракте в Петербургском метро, где пострадала и жительница Ярославской области, завершено. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Следкома России Светлана Петренко. В числе обвиняемых 11 участников террористического сообщества, созданного в Сирии уроженцем Киргизии Сережидином Мухтаровым. Цель – осуществление терактов, в том числе, против России. Трагедия в северной столице, напомню, произошла 3 апреля 2017 года. Тогда среди пострадавших оказалась и жительница Ярославской области Татьяна Смирнова из Рыбинска. Она студентка Санкт-Петербургского государственного экономического университета. После взрыва в метро девушку госпитализировали в военно-медицинскую академию имени Кирова. Террорист-смертник Акбаржон Джалилов, согласно общему плану и отведенной ему роли, пронес два из них в метрополитен Северной столицы. Одну из них он положил на платформе станции Площадь Восстания и собирался взорвать дистанционно. Однако устройство не сработало в силу конструктивных недостатков и впоследствии было обезврежено правоохранительными органами. Второе взрывное устройство Джалилов оставил при себе и привел в действие в тот же день в вагоне поезда метро между станциями Сенная площадь и Технологический Институт-1. В результате взрыва погибли 15 человек, 67 лицам был причинен вред здоровью различной степени тяжести. В ближайшее время материалы уголовного дела для ознакомления предоставят обвиняемым их адвокатам, а после утверждения обвинительного заключения прокурорам передадут в суд. И сегодня же следком России назвал причину избиения в первой колонии Ярославля. Как рассказал официальный представитель СКРФ Светлана Петренко, заключенного начали сбивать после конфликта с инспектором и допущенных ранее многочисленных нарушений содержания. Сейчас в числе фигурантов уголовного дела 12 сотрудников Ярославского УФСИН. Максим Яблоков, Игорь Богданов, Руслан Цветков, Алексей Бровкин, Дмитрий Соловьев, Сергей Драчев, Иван Калашников, Сергей Ефремов, Александр Морозов, Андрей Зыбин, Алексей Андреев, Алексей Микитюк. Им предъявлено обвинение по разным статьям. В Ярославле сгорел рейсовый автобус. ЧП произошло за Волгой на улице 1-й шоссейной. Лиас, который следовал по 124-му маршруту, вспыхнул на ходу. В салоне в тот момент находились пассажиры, которым, к счастью, удалось вовремя, его покинуть никто не пострадал. Кадры горячего автобуса тут же появились на просторах интернета, и теперь они активно набирают количество просмотров. Увы, но сгоревший Лиас восстановлению не подлежит. А теперь к другим темам. Еще один новый двор в Ярославле. На Володарск, Веселтыково-Щедрина, завершился комплексный ремонт по губернаторской программе, решаемой вместе. Качество работы оценил мэр Ярославля Владимир Слепцов. Моя коллега Дарья Крот следила за инспекцией. Двор на Салтыково-Щедрина 57 годами стоял разрушенным, вспоминают жители, и полностью преобразился всего за месяц. Куда больше времени ушло на то, чтобы договориться, каким он все-таки будет. Точка раздора – парковки или деревья. Спор начался еще зимой на собраниях. Не закончился и после утверждения проекта, и даже когда во двор уже пришел подрядчик. Двор очень большой, четыре больших дома. И, как у нас правило, есть чем больше людей, тем больше мнений. Кому-то что-то устраивает, кого-то не устраивает. Но со всеми, в принципе, мы нашли общий язык, и все пожелания были учтены. В результате установили детскую площадку и спортивные тренажеры, а две тысячи квадратных метров заасфальтировали под парковки. Когда машина-мест стало достаточно, автомобили перестали стоять на газонах, и двор стал еще зеленее. Уже посажены сосенки своими руками, кустики с дачи привезенные. Но при этом очень бы хотелось, чтобы, поскольку это совместная программа, и жители, и мэрии участвуют, то хотелось бы, чтобы от мэрии тоже зеленение было, потому что очень много деревьев спилено. Владимир Слепцов инициативу поддержал. В ближайшее время жителям привезут грунт и саженцы, чтобы обустроить цветник, а на осень запланировали субботник с посадкой хвойных деревьев. Некоторые недочеты в проекте все-таки оказались, но решение нашли на месте. Машину убирайте отсюда все. Вот оттуда делайте заборчик, сюда заборчик вот так. И больше сюда, чтобы ни одна машина сюда. Планировку делайте из земли и посадите траву. Мэр отметил, все, что касается проекта, выполнено качественно. Дальше дело за жителями. Они теперь мечтают о футбольном поле. Договорились, мэрия привезет ворота, а оградительную сетку придется поставить на свои средства. Дарья Крот, Михаил Орлов, Новости города. Между тем, губернаторский проект «Решаем вместе» продолжит и в следующем году. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миронов. Он отметил, что программа доказала эффективность. За два года в нее включено около 900 объектов. В 2018 голосование по определению объектов, претендующих на участие в проекте, приняло участие более 350 тысяч жителей региона, а финансирование «Решаем вместе» составило около 700 миллионов рублей. Отобрано для реализации 400 проектов, 90 завершены. В следующем году акцент сделают на благоустройстве дворов и общественных территорий, ремонтах школ, детсадов и домов культуры. Встречи с жителями для обсуждения участия в губернаторской программе начались. Именно люди выбирают, что должно быть сделано и какой объект необходимо благоустроить. В Ярославле на улице Панина заливают фундамент будущего физкультурно-оздоровительного комплекса. Его строят по программе «Газпром детям». И ФОК станет самым большим в регионе и самым масштабным в ряду подобных объектов «Газпром». В мае строители вышли на площадку, а сегодня на Панина побывала инспекция. В ее составе представители корпораций, областного правительства и регионального парламента. Яна Хромова о результатах проверки. Апрель 17-го. Осмотр будущей стройплощадки главой «Газпрома» Алексеем Миллером. На улице Панина еще огромный пустырь. Спустя год активное движение на площадке. Сейчас идут земляные работы и работы по устройству фундамента. Между закладкой камнем и выходом на стройку, если это происходит год, то это прекрасные сроки. Потому что есть определенные процедуры, которые вы не можете сделать по щелчку пальцев. Вы же должны делать все правильно и законно. Это действительно сложное сооружение будет. И инженерно, и технически. Площадь будущего здания более 9 тысяч квадратных метров и два этажа. Внутри пара бассейнов. Универсальный спортзал для игры в волейбол, баскетбол, регби, бадминтон. Ледовая арена 60 на 30 метров для хоккея и массового катания. В день ФОКС может принимать до полутора тысяч человек. Этот физкультурно-оздоровительный комплекс станет самым большим в регионе. Для строителей он тоже в своем роде дебютный. По программе «Газпром детям» нам такой вот еще не приходилось, чтобы он три направления сразу же охватывал, пока не приходилось. Он, скажем так, первый, поэтому для нас он уникальный. Комплекс будет отвечать всем современным требованиям. Территорию вокруг благоустроят, появится парковка для машин. Сейчас работы идут по графику, сложностей нет. Срок окончания – декабрь 2020 года. Город у нас становится все больше, Дзержинский район становится все больше. И жителям Дзержинского района уже давно не хватало такого здравительного комплекса. Это будет точка притяжения для многих, и я думаю, что и для жителей Ярославля в целом. Строительство масштабного спорткомплекса стало возможным благодаря перезагрузке отношений с «Газпромом». В рамках договоренности ярославского губернатора Дмитрия Миронова с «Газовой корпорацией» инвест-программу на территории области возобновили. Кроме спорткомплекса в Брагине, компания планирует построить еще четыре. Во Фрунзенском районе, а также в Угличе, Переславле, Семибратове. Яна Хромова, Максим Сушанов, Новости города. Развернувшаяся стройка отрезала путь прохода жителей Брагина с четной стороны улицы Панина на нечетную. Там пролегала так называемая «народная тропа», по которой коротким путем передвигались люди. Жители протоптали новую по соседству. Сейчас она будет обустроена. В прошлом году, еще до строительства, начала строительства бассейна, территориальная администрация на данной территории вырубила поросль. Был проведен обкос. И, собственно говоря, у жителей была достаточно комфортная дорожка. Проход получился перекрыт. Для того, чтобы жители беспрепятственно переходили у нас с одной стороны Панина на другую, потребовалось привлечение наших уважаемых депутатов. Обращений от этих людей было очень много. Что эти нужно народные тропы облагородить. Потому что сегодня летом они еще более-менее в нормальном состоянии. Но только наступает зима, все. Осень, болото, грязь. И когда начали фрезеровать Ленинградский проспект, капитально ремонтировать, вот эту крошку завезли на эти тропы. И вот техника сегодня работает. Эти тропы сегодня засыпаем. Я думаю, это будет большая помощь жителям нашего района. Асфальтовой крошкой засыплют несколько народных троп и в районе улицы Громова. Там жители много лет передвигаются еще через недействующую железнодорожную ветку. Идут к остановке общественного транспорта, к школе, детским садам. Дорожка напоминает полосу препятствий. Здесь все время одна грязь, а люди с остановки ходят. У нас единственная дорога с транспортом здесь. И все время грязно. Как дождь пройдет, здесь вообще не пройти. И очень было бы здорово, если бы сделали такую дорожку нам. Теперь через рельсы установили несколько деревянных мостков. Асфальтовая крошка завезена. Завтра ее рассыпят по дорожкам и утром будет. Грязи и сырости не будет. Ходить станет удобно. Салтыкова-Щедрина ремонтирует по приоритетной программе «Безопасные и качественные дороги России». Сейчас обновление одной из центральных улиц Ярославля на начальном этапе. Алена Стыцок о ходе работ. Ремонт дороги на Салтыкова-Щедрина только начался, а ярославцы уже довольны. По отфрезерованному полотну ездить все же лучше, чем по выбоинам и ухабам. Последние годы покрытие здесь обновляли лишь ямочно. Ямы были большие. Сейчас я смотрю, начался ремонт дороги. Ямы очень большие были. Я на велосипеде катался, рядом живу. Все очень плохо было. Сейчас уже лучше. Очень неудобно, очень много ям. Все объезжают. Со встречкой разъехаться очень тяжело. Наконец-то мы ждались ремонта. Местные жители представляют, как преобразится улица после ремонта. На первом месте, конечно, безопасность. Дорога охватывает две школы, три детских сада и детский дом музыкально-художественного воспитания. Хотелось бы ровные дороги, хорошие табатуары, чтобы и женщины с детьми, с колясками могли нормально ходить. И не было таких экстренных ситуаций, так скажем, когда водитель сигналит, чтобы ему уступили. И дети боялись, пугались, плакали. Дорога на Салтыкова-Щедрина сейчас избавлена не только от верхнего слоя асфальта, но и бордюрного камня. Началась установка новых бортиков. На всех этапах контроль со стороны городских властей. Высотные отметки заданы сейчас будут. Задана высотная отметка по установке бордюрного камня. Это основные виды работы, на которые сейчас надо обращать внимание. Улицу Салтыкова-Щедрина протяженностью километров 700 будут ремонтировать до 15 сентября. Гарантия на работы 4 года. Алена Стецук, Игорь Мосин, Новости города. В домах Ярославля начались вторые гидравлические испытания. Теплосети проверяют на прочность и герметичность. В систему подается давление, которое на четверть или даже половину превышает обычное рабочее. По результатам испытаний выявляются дефекты и их устраняют. В этом году, утверждают специалисты, в Ярославле подготовка к зиме идет быстрее, чем в прошлом сезоне. На сегодня промыто у нас практически 80%, опрессовка составляет практически 60%. Несколько отстают у нас дома ТСЖ, ЖСК. Если говорить по соцсфере, то здесь темпы подготовки работ достаточно высокие. Общий процент готовности по промывке у них около 90%, и опрессовка составляет более 60%. Продолжается и капитальный ремонт теплотрасс. В этом году будет заменено порядка 12 километров сетей, 7 уже сделано. Департамент городского хозяйства рекомендует ресурсоснабжающим организациям усилить работы, чтобы успеть завершить их при хорошей погоде. В целом, подготовка к зиме в Ярославле должна завершиться к 15 сентября. В культурно-спортивном комплексе Вознесенский сегодня прошли публичные слушания по правилам землепользования и застройки Ярославля. Диалог жителей и властей стал итогом большой трехмесячной работы, которая велась отдельно в каждом районе. После рассмотрения документ о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Ярославля, так он официально называется, будет еще раз обсуждаться оргкомитетом. Затем профильная комиссия муниципалитета получит окончательные предложения для утверждения. В феврале месяце муниципалитет рассмотрел генеральный план города Ярославля, тоже в связи с изменениями, так как город развивается, есть обращение граждан, есть обращение организаций. И следствием рассмотрения генплана является рассмотрение правил землепользования и застройки, приведение в соответствие. Вот на сегодняшний день большая работа проведена. Зал КСК Вознесенский сегодня был переполнен. Многие ярославцы проявили активную гражданскую позицию и целенаправленно ехали к началу публичных слушаний, чтобы узнать о потенциальных изменениях не только своего, но и других районов города. То, что дает возможность участвовать не только заинтересным лицам, но и горожанам, участвовать в общественной жизни города, это тоже большой плюс нашим властям. То, что они не безразличны к мнению людей, то, что они могут выслушать их мнение, что-то корректируют. Это очень даже приятно посмотреть и видно, заметно. Как рассказал спекер муниципалитета Артур Ефремов, одним из важных вопросов во время этих слушаний стала тема с застройкой в Тверицах. Оргкомитет предлагает заменить потенциальные девятиэтажные дома на малоэтажное строительство, и это устраивает большинство жителей Заволжского района. Кроме того, решаются вопросы по Корабулинской развязке и строительству третьего моста через Волгу. Финальный этап просмотрения пройдет в муниципалитете в октябре. Народное движение «Экодесант» сегодня пришло на улицу Гоголя. Волонтеров позвали местные жители. Неподалеку от 32-го дома уже четыре года образуется стихийная свалка с появлением частных гаражей. У единственного контейнера полно автомобильного хлама. Вот и сейчас добровольцы перетаскались с десяток покрышек. Мы сегодня еще заметили, что стоит здесь только один контейнер. Будем договариваться с администрацией, с управляющей компанией, чтобы добавили хотя бы еще два контейнера. Потому что мы сами видим, что здесь не хватает места, много мусора, а контейнер только один. Я довольна. Молодые люди работают на совесть. Если бы везде так убирали, было бы совсем хорошо. С самого детства меня родители еще приучали, что грязь на улице – это всегда плохо. Ну, в общем, я сам никогда не мусорил и был всегда против, чтобы люди мусорили. И когда я узнал о знакомых, что они участвуют в «Экодесанте», я принял решение, что почему бы и нет познакомиться с новыми людьми заодно. «Экодесант» – один из пунктов новой экологической политики региона, инициированный ярославским губернатором Дмитрием Мироновым. За месяц работы волонтерского движения ребята очистили несколько десятков общественных территорий и зеленых зон. Сегодня «Экодесант» не только навел порядок, но и установил таблички о запрете мусорить. Семь человек утонули на территории Ярославля с начала купального сезона. Все трагедии произошли в несанкционированных местах купания, но даже пугающая статистика не останавливает желающих окунуться в воду. Дарья Крот в этом убедилась. Не прошло и недели, как в которосле у Миллениума утонул молодой мужчина. Помочь ему не успели, рядом нет спасательного поста. Ярославцев трагедия не пугает. Сегодня здесь снова пляж. Так мы не купались, мы вот по колено зашли. Вы видели? Видели. Это и называется купание. По колено? Да, по колено. 200 метров находится центральный пляж, оборудован. Дежурят спасатели. Пожалуйста, отдыхайте, вам никто слова не скажет. Сейчас туда пойдем. Еще один стихийный пляж, самый опасный, образовался на которосле практически под новым мостом. Плавать вблизи путепровода категорически запрещено, поскольку именно в таких местах образовываются воронки. Однако даже тот факт, что после ремонта на дне можно найти арматуру и бетонные сваи, похоже, не смущает купающихся. Не страшно здесь купаться под мостом? Нет, не страшно. Тонуть не боитесь? Нет. Будете дальше купаться? Да, все там было рано или полно, раньше или позже. Мы плавать умеем, правильно? Вот. Мы сами кого хочешь спасем. Ни один несанкционированный пляж не обходится без любителей спиртных напитков. Выбора нет. На городские пляжи их не пускают. Ха, при чем тут алкоголь? Ну, вы знаете, что в нетрезвом виде купаться категорически запрещено. Спасать в нетрезвом виде можно? Можно или нет, я вас спрашиваю. А еще именно такие пляжи становятся местом экстремальных развлечений подростков. Я отпала. Плала? Да. А с места прыгаешь? Ну, один раз прыгал. Ну и как? Хорошо. Одно из любимых развлечений выпивших ярославцев – попытка переплыть Волгу. Спасатели уверяют, это мало кому удается. С начала купального сезона выловили девятерых смельчаков, которые на середине реки были без сил. Несчастные случаи в основном происходят из-за того, что люди переоценят свои возможности. Например, сзади вас Тропинский ручей, так называемый. Молодые люди переплывали его, не рассчитали силы. Мы хорошо были рядом на катере, бросили спасательный круг. Плаванье в нелегальном месте – административное правонарушение. Первый штраф – тысяча, второй – три. Купающимся на одном из трех официальных пляжей штраф не грозит. Зато можно получить кое-что хуже. Пробы воды, взятые в Которосли и Волге, не прошли анализы в СЭС. Купание опасно для здоровья и запрещено на всех пляжах. Дарья Крот, Василий Мосин, Новости города. Это Новости города. Спасибо, что выбираете нас. Как проходит избирательная кампания и сколько наблюдателей будут работать на избирательных участках в единый день голосования? Об этом сегодня говорили на селекторном совещании рабочей группы при Общественной палате Ярославской области. Ее представители мониторят процесс по всему региону. Планируется, что 9 сентября во всех муниципальных округах откроется порядка 900 избирательных участков. И на каждом будут общественные наблюдатели. По словам председателя Ярославского избиркома Олега Захарова, кампания проходит спокойно. Этап регистрации кандидатов и списков кандидатов завершен. В связи с решением суда выбыла партия «Яблоко». Кроме того, с выборов снялась родная партия. В настоящее время мы никаких явных нарушений не усматриваем. В судах находится порядка пяти дел по отмене регистрации кандидатов. Они инициированы самими кандидатами в отношении других кандидатов. Мы не усматриваем серьезных оснований для отмены регистрации, но ждем решения судов. Опыт работы нашей группы год назад показал, что она очень эффективно себя проявила. Практически наблюдатели присутствовали на всех избирательных участках. Могли фиксировать те или иные ситуации, которые не соответствовали требованию закона. И, соответственно, оперативно реагировать на них, доводя до сведения избирательной комиссии области и нашей мониторинговой группы. В обл. Сберкоме зарегистрировано 492 кандидата. На некоторых избирательных участках ожидается конкурс до 8 человек. 9 сентября, в единый день голосования, в Ярославской области установят еще больше камер видеонаблюдения. Если год назад на губернаторских выборах участков с видеонаблюдением было 302, то теперь их будет 346. В Ярославле десантировались войска дяди Васи. Сегодня 88-я годовщина создания ВДВ. Праздник начался на Советской площади перед храмом Ильи Пророка. Митрополит Ярославский Ростовский Пантелеймон совершил молебен, посвященный памяти пророка Ильи, который считается покровителем воздушно-десантных войск. Губернатор Дмитрий Миронов и мэр Ярославля Владимир Слепцов лично поздравили тех, кто посвятил жизнь военной службе. Многие десантники продолжают работу в силовых структурах региона. Я именно о нем мечтал. Сорвалась попытка поступить в Рязанское училище, не прошел по конкурсу документов. Ну а служить, естественно, пришлось идти в воздушно-десантные войска, потому что был уже второй разряд по парашютному спорту. Вот теперь полковник правоохранительных органов, но в душе сержант ВДВ. Не было бы сержанта ВДВ, не было бы полковника. У меня 12 прыжков. Это, говорит, совсем немного. Немного, но в наше время, когда я служил, много их и не было. Это максимально то, что мы могли нам дать наши командиры-отцы. По традиции десантура возложила цветы к вечному огню в память о героях Великой Отечественной и всех сослуживцах, погибших в других вооруженных конфликтах. Среди ярославцев есть свои герои-десантники. Сегодня вспоминали Рыбинцев, Романа Судакова, Станислава Грудинского, героически погибших на Северном Кавказе 18 лет назад. С некоторых пор в военкоматах очереди служить ВДВ. Ко мне, как к руководителям общественной организации, постоянно обращаются родители в том числе, ну и сами пацаны, и даже некоторые девчонки хотят служить ВДВ, хотят поступать в Рязанское училище. Очень много народу хочет служить ВДВ, потому что у них перед глазами пример. Основной площадкой дня ВДВ стал Центр военно-патриотического воспитания имени Терешковой в Карачхе. Бывшие действующие служащие, а также те, кто еще только мечтает о голубом берете, сегодня совершили прыжки и состязались в разных видах спорта. И к этой минуте информация вся. Хорошего дня и до встречи в эфире.